Приветствую вас, я думаю, что ключевой момент вашей ситуации заключается в том, что это парень вашей мечты, вот это, наверное, ключевой момент, что это парень именно вашей мечты. В том смысле, что раз это парень вашей мечты, то вы его идеализируете, а раз вы его идеализируете, значит, связываете с ним некоторые свои желания. И, естественно, что, встречаясь с парнем, вы узнаете его несколько лучше, вы узнаете его поближе. И вряд ли вы в течение долгого времени сможете думать о нем так же, как и до этого. В том смысле, что вряд ли вы будете по-прежнему считать его парнем своей мечты. Вот, у вас могут быть проблемы с этим, могут быть проблемы с тем, чтобы считать человека парнем своей мечты, если вы с ним непосредственно взаимодействуете. Вот, и, соответственно, поскольку, возможно, начался процесс деидеализации, то есть процесс обратный, чтобы вы понимаете, что парень-то не такой уж и идеальный, то те вот желания, которые стоят у истоков идеализации, они оказываются под угрозой, под угрозой срыва из-за того, что парень не идеальный. И, соответственно, под сознание вас защищает, вот этого мужчины, держит вас как бы на расстоянии от него, чтобы вы по-прежнему его идеализировали. Чтобы деидеализация не завершилась, и ваши желания остались не тронутыми. С другой стороны, ситуация может складываться так, что как раз-таки те основания для идеализации человека могут быть реализованы вами, после чего особого понимания того, ради чего жить, некой цели, некого ориентира в жизни у вас уже может и не быть. И, опять же, подсознание вас может защищать от того, чтобы идти вот на сближение с мужчиной. Короче говоря, здесь необходимо выяснить связь между тем, что вы считаете парнем своей мечты, и тем, что вас особо к нему не тянет. По крайней мере, пока именно вы сами по нему не соскучитесь. Вот эту связь необходимо раскрыть. Да, могут быть и другие нюансы. Это могут быть ваши страхи по поводу того, что вы не достоинны его. Это ваши страхи по поводу того, что он там найдет кого-то другого лучше, ну, другую лучше и прочее. Много вариантов есть на самом деле, и все варианты здесь, наверное, не перечислить. Но нужно разобраться именно с тем, какой ваш вариант. Это первое, Дарья, и второе, вот вы спрашиваете, что делать, да. Вот вы пишите, да, что делать, и я не могу не задать вопрос, что делать, что быть что. Цель какая. Вот именно какая цель? Разобраться в себе, одно гармонизировать отношения с вами, другое. Определитесь с тем, с чего вы хотите. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. И удач. Субтитры сделал DimaTorzok